Выпала честь служить во время войны, в бою за Бахмут, погиб офицер и журналист Владимир Мукан. На войне, в боях с российскими оккупантами, погиб военный ВСУ, журналист Владимир Мукан. Жизнь украинского защитника, оборвалась на самом горячем участке фронта, в Бахмуте, во время выполнения боевого задания. Об этом 30 апреля, сообщили близкие и коллеги воинов сети. Гибель журналиста и военного наступила вчера, в субботу 29 апреля 2023 года в Бахмуте во время выполнения боевой задачи, героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ, говорится в его аккаунте на странице в Facebook. Также в публикации сообщается, что о дате и месте прощания с воином информация, будет оглашена позже. Отметим, что как раз вчера, незадолго до гибели, Мукан выложил в сети фото из Бахмута. Так выглядит земля там, где стреляют круглосуточно, на ноль. Засеяно металлом, порохом, обломками и опасностью. На десятилетие, подписал украинский защитник кадр. Добавим, что Мукан около недели назад с гордостью написал, что стал офицером, хотя прежде и не думал, что ему доведется служить в рядах армии. Стал офицером Вооруженных сил Украины. Никогда не думал, что буду военным. Но выпала честь служить во время войны, и получить погон младшего лейтенанта, именно в зоне боевых действий, на самом горячем направлении, отмечал пан Владимир 21 апреля. Также он поблагодарил командира батальона под позывным 13-й и всех тех, кто всегда поддерживал меня и остается бок о бок. Служу украинскому народу, написал Мукан. Украинцы в комментариях к публикациям на странице пана Владимира, скорбят о гибели защитника, талантливого журналиста, отмечают, что трагическая весть стала настоящим шоком. Звучат слова поддержки его родным и близким, благодарность за мужество в отпоре вражеской интервенции, за храбрость в защите Родины от российских захватчиков. Царство Небесное защитнику Украины. Герои не погибают. Царство Небесное. Вечная память. Какой ужас и боль светлая память герою. Не может быть. А Боже, нет. Искреннее соболезнование. Не верится Царство Небесное. Что за жесть, всего несколько дней назад, счастлив, нацелен. Так поверить невозможно. Вечная память Володи. Очень больно. Володя, как же так? Вечная память Володи. Очень больно. Ох! Мои соболезнования всем близким и родным. Светлая память и Царство Небесное. Какой ужас. Не верится. Не хочу верить. Покойся с Богом. Спасибо тебе, Володя. Спасибо, герой. Вечное тебе уважение и память в наших сердцах. С теплом и благодарностью буду вспоминать тебя всегда. Не могу поверить. Какая грусть и боль. Невыразимо грустно. Навеки слава герою. Владимир Мукан родился в Черкассах, но проживал в Киеве. До того как с оружием в руках стал на защиту Украины, от российских оккупантов, работал журналистом во многих изданиях, вел авторскую передачу об авто, и увлекался мотоциклетным спортом, а также ретро-машинами. Учился в университете имени Тараса Шевченко на филолога, также работал в университете Государственной фискальной службы Украины, Эко Карс, Олд Карлэнд, всеукраинский фестиваль ретро-техники. У пана Владимира осталась жена, его дома ждала семья. Ранее сообщалось, что в районе Кремяной погиб Александр Бондаренко, журналист и защитник Украины. Напомним, что на войне погиб участник популярной украинской рок-группы, Андрей Косинюк защищал Украину, в звании командира отделения артразведки.